21 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова. Выразив благодарность за прием, Лазиз Кудратов отметил, что президент Узбекистана высоко оценивает уровень партнерства между нашими странами. Гость подчеркнул, что в Узбекистане рады успехам, достигнутым в результате дальновидной и мудрой политики президента Азербайджана. Отметив укрепление авторитета Азербайджана на международной арене, динамичное развитие его экономики, рост объема инвестиций, Лазиз Кудратов заявил, что несмотря на глобальные вызовы, Азербайджану успешно удалось справиться со сдерживанием инфляции. Гость также подчеркнул, что возвращение под руководством Ильха Малиева оккупированных территорий и восстановление исторической справедливости стали важным событием в истории не только Азербайджана, но и всех тюркских государств. Министр отметил, что это историческое событие было воспринято в Узбекистане с огромной радостью. Глава нашего государства отметил, что в Азербайджане с большим интересом наблюдают за процессами развития, осуществляемыми под руководством президента Узбекистана. Политика, направленная на экономические реформы, развитие социальной и всех других сфер, приносит конкретные результаты. С удовлетворением, вспомнив свой визит в Узбекистан, Ильха Малиев сообщил, что в ходе визита он стал свидетелем успешного решения вопросов, связанных с промышленным потенциалом и охраной историко-культурного наследия страны. Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие, связанное с развитием нашего сотрудничества, будет продолжено и в будущем. Президент Азербайджана высоко оценил поддержку Узбекистана и узбекского народа в деле восстановления суверенитета нашей страны. Коснувшись также поездки в города Физули и Шуша вместе с Шавкатом Мерзюевым, Ильхам Алиев сказал, что открытие школы Физули, являющейся даром президента и народа Узбекистана, носит символический характер. Глава государства подчеркнул, что визит Лазиса Кутратова в нашу страну создал хорошую возможность для того, чтобы еще раз рассмотреть проекты, связанные с укреплением экономического сотрудничества.